здравствуйте в этом видео я поделюсь с вами волшебным эликсиром для активного цветения у герани запуск цветения может быть в любой период весенний осенний зимний летний неважно с помощью этого эликсира проснуться у нас все цветоносы герань к выпустит абсолютно все что только сможет если вы выращивали со мной герань зимний период то она должна у вас уже распушиться потому что мы с вами наращивали сначала корневую систему в дальнейшем пышную листовую массу мои гераньки уже распушились но есть несколько нюансов весенний период как правильно запускать цветение для этого вы должны знать что ухаживать весенний период нужно совершенно по-другому нежели как в осенний либо даже зимний первым делом всегда начале января даже середине января мы делаем с вами обрезку это делается для того чтобы у герани проснулись абсолютно все почки и она у нас распушилась а также мы наращиваем корневую систему чтобы была сила для листовой массы и дальнейшего цветения с помощью такого эликсира можно запустить даже цветение у черенка и проверить его цветение перед тем как например подписывать соответствует ли он сорту и дальнейшем пересаживать уже в отдельный горшок таким эликсиром я проверяю всегда абсолютно все черенки когда покупаю у нового продавца если например вы обрезали то можно пересадить более меньший объем это делается для того чтобы корневая система разлетворялась и было меньше места чтобы как раз она успела нарастить корневую геранька любит тесный горшочек для того чтобы нарастить мощную корневую в дальнейшем она уже автоматически наращивать листовую массу практически как все цветы то же самое происходит и с геранию для того чтобы ее правильно выращивать весенний период нужно немного снизить температуру желательно ставить на окно к примеру на полке у меня сейчас практически 30-32 градуса там я сейчас проращиваю рассаду а на окошке около 24 25 градусов если я открываю окно в весенний период то у меня к примеру снижается температура на там 5-10 градусов это максимум все зависит от температуры за окном сейчас у нас примерно 7 градусов минус 7 градусов и температура не сильно меняется но прохлада наши гераньки нужно для того чтобы не было хлороза потому что при высокой температуре герань вообще не способна усваивать никакие элементы и сейчас я вам показываю герань которую мы с вами наращивали буквально недавно мы создавали с вами тоже эликсир для наращивания листовой массы использовали азотные подкормки можно использовать гуматаммония либо аношатырный спирт и брать как за основу также можно добавлять и в биогумус либо комплексное удобрение которое содержит формула 20 20 20 либо 18 18 18 это любимые подкормки для герани можно использовать обычное комплексное удобрение но обязательно плюс большой процент азота и в дальнейшем когда у вас нарастет хорошая листовая масса можно стимулировать на цветение от пышной листовой массы будет намного больше цветоносов если у вас будет ну такая вот лысая немножко герань капиларгония то естественно будет 1-2 цветоносы это максимум это главное правило для герания чем больше у нее будет побегов тем больше у нее будет цветоносов об этом нужно помнить когда наращиваем именно цветоносы что касается полива в весенний период то обязательно поливайте намного чаще потому что если у вас стоит на окне то намного быстрее все пересыхает пересушенность конечно переживет герань но если будете например сильно засушивать у нее будет желтеть листики опадать листики и герань конечно она не сможет засвести у нее все бутончики будут тоже опадать что касается проветривания то можно проветривать если например у вас за окном примерно минус 5 не более ну там минус 7 максимум если минус 10 то открывайте немножечко для проветривания проветривать можно именно в тот период когда у нас активное солнце активное солнце плюс прохладный воздух и температура у нас не будет такой низкой как если солнышко не будет что делать если герань немножко приболела у нее хлороз и нужно сначала пролечить первым делом пролечиваем серебромидином либо фитоспорином по листу а также можно под корень опрыскиваем хотя бы один раз пять дней с янтарной кислотой для того чтобы восстановить ее и чтобы она у нас не чахла только после того как наша герань будет здоровая наращенная большая листовая масса это мы делали с вами буквально недавно хороший грунт и прекрасное освещение только тогда можно стимулировать ее на цветение тогда она будет готова цвести и выдаст вам большое количество цветоносов и так давайте приступим нам понадобится 1 литр воды вода у меня всегда отстоянная комнатной температуры не берите холодную ни в коем случае и поливать желательно с утра например либо поздно вечером не поливайте когда у вас активное солнце первое удобрение которым будем использовать она содержит формулу больше единицы то здесь у нас есть азот фосфор и калий это биогомос а также есть и аминокислоты для активного роста для здоровья нам нужно 5 миллилитров на 1 литр воды биогомоса биогомос есть разные у меня специальные для комнатных цветов мне нравится покупаю уже давным-давно далее добавляем сюда универсальные удобрения для комнатных растений с формулой азота фосфора и калия плюс микроэлементы в единых цифрах то есть 18 18 18 обращаем внимание именно на фосфор и калий у нас уже в биогомосе содержится фосфор и калий плюс универсальное удобрение тем самому уже увеличиваем процент фосфора и калия для чего нам нужен фосфор и калий именно они запускают цветение то есть фосфор и в дальнейшем калий у нас продляет цветение то есть не будут опадать наши цветоносы и сюда еще добавляем янтарную кислоту она служит как неким стимулятором пробуждающим на какое-либо действие ядарную кислоту можно добавлять в различные эликсиры но и естественно не поливайте слишком часто с янтарной кислотой можно делать обязательные курсы до 3-4 раз либо даже опрыскив по листу и главный у нас ингредиент это монокалий фосфат который содержит фосфора 50 процентов и калий 33 процента универсальное удобрение уже содержит фосфор 18 процентов и калий 18 процентов и плюс у нас был с вами биогомос который тоже содержал фосфор и калий тем самым мы сделали огроменный шикарный процент фосфора калий и мы будем с вами запускать цветение именно такой формулой если у вас нет универсального удобрения можно взять любое комплексное которое есть у вас дома комплексное она содержит тоже хороший процент фосфора и калия для запуска цветения но обязательно добавляйте главный ингредиент это монокалий фосфат 1 грамм на 1 литр воды янтарной кислоты было 0 2 грамма универсального удобрения 2 грамма и биогумуса 5 миллилитров все это тщательно перемешиваем и поливаем под корень курсом 1 1 5 7 дней до 6 раз в дальнейшем можно сделать небольшой перерыв потому что обязательно зацветет и во время цветения можно поливать просто монокалий фосфат плюс биогумус но прежде чем поливать и я конечно вам посоветую осмотрите свою герань осмотрите грунт все ли в порядке не болеет ли красивые ли листочки если хорошая листовая масса если всего это нет то нужно немножечко подправить все эти моменты и тогда уже стимулировать на цветение но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео а также заходите на садовый канал где мы уже сажаем с вами все томатики перцы огурцы а также уже подкармливаем рассаду всем спасибо и до новых встреч